Кинозвезда Детективный триллер – жанр, который заставляет зрителей не просто наслаждаться интересными кадрами, но и вместе с героями раскрывать множество секретов. Если вы один из ценителей детективов, тогда ожидайте выхода фильма «Великая стена», который стартует с 26 января в Кинотеатре «Звезда». Я напомню, что эту картину жители нашего города увидят раньше всех. Ведь во всем мире прокат этого фильма стартует только через две недели. Просматривая этот фильм, зритель окунется в удивительную атмосферу Китая 15 века. Так, в то время всех мирных жителей беспокоит одно – как остаться в живых. Ведь страшные монстры, от вида которых закипает кровь, постоянно нападают на людей и не оставляют им никакого шанса. Эти чудовища ужасны и безжалостны, и поэтому люди не могут им противостоять. Чтобы хоть как-то защитить себя от чудовищ, люди решаются на отчаянный шаг. Они хотят построить огромнейшую в истории человечества стену и таким образом уберечь себя и своих близких. Начав работу над этим проектом, люди понимают, что это не будет так просто, как предполагалось. Ведь монстры постоянно атакуют строительство и мешают его закончить. Жителям ничего не остается, как создать отряд, который будет защищать строителей, пока те будут работать. Особенность этого отряда заключается в том, что все, кто смелился стать его частью, должны быть не только отважными, но и очень терпеливыми. А это под силу не каждому. Одним из таких бойцов будет британский наемник, который и станет главным героем фильма. По сюжету фильма «Великая стена» он сильный и опытный, но даже этот парень, узнав своего врага в лицо, понимает, что задача, которая поставлена перед отрядом, почти невыполнима. Неужели главный герой сдастся и оставит местных жителей на растерзание этим страшным монстрам? Или все-таки он сможет взять себя в руки и справиться с поставленной задачей? Пока неизвестно, но тем и интереснее. Поэтому только после выхода картины на экраны зрители смогут получить ответы на все вопросы. За производство этого фильма взялось сразу две команды – американская и китайская. Поэтому, объединив усилия, они надеются, что им удастся удивить зрителя различными подходами и решениями к съемкам. Так, режиссерское кресло занял представитель китайской команды Джан Имоу. Этот режиссер имеет в своем послужном списке очень много интересных и качественных работ. Именно поэтому Джан является обладателем множества престижных кинопремий. Чего стоит только отметить его фильмы «Жить» и «Подними красный фонарь», за который он получил премию «Оскар». А его увлекательная история под названием «Шанхайская триада» в 1995 году стала победителем Каннского кинофестиваля. Стоит отметить, что изначально режиссером картины должен был стать американский кинорежиссер Эдвард Цвик, который известен благодаря таким фильмам, как «Легенды осени» и «Последний самурай». Но позже все-таки было решено доверить это дело Джану Имоу. Что ж, команда создателя этой картины действительно очень профессиональна. И это неудивительно, ведь свои усилия объединили сразу две команды. Поэтому такой тандем в результате должен привести к созданию очень качественной картины. В чем многие уверены уже сейчас на все 100%. Исполнять одну из главных ролей в фильме «Великая стена» доверили актеру Мэтту Деймону. Присоединился к Мэтту Деймону не менее талантливый актер Педро Паскаль, который проявил свое актерское мастерство в сериалах «Менталист» и «Игра престолов». Обаятельная китайская актриса Дзин Тань присоединится к актерской команде и порадует своей игрой. Напомним, что она успела полюбиться зрителям благодаря таким проектам, как «Воющее царство», «Лучшее лучше», а также «Особая личность». Появился на съемочной площадке и Эдди Пен, который за свою десятилетнюю карьеру успел сняться в более чем 30 картинах. Напомним, самые яркие фильмы с его участием «Проповедь любовников», «Все о женщине» и «Моя так называемая любовь». Как видим, на съемочной площадке этого фильма собрались самые яркие представители американского и китайского кино. Поэтому ожидается, что картина получит огромный успех по всему миру, а также будет признана и профессиональным киносообществом. Смотрите фильм «Великая стена» с 26 января в кинотеатре «Звезда». Смотрите фильм «Великая стена» с 36 января Великой том числе и «Звезда». «Звезда» с 36 января в век Пен. Субтитры создавал DimaTorzok Но впервые мне есть за что умирать Великая Стена Сейчас на телеканале Интекс Реклама Она будет короткая, не переключайтесь Сразу же после рекламы я вам расскажу о фильме «Притяжение» Притяжение именно об этой картине сейчас пойдет речь В самый обыкновенный день, когда миллионы жителей столицы спешат на работу Над Москвой возник неопознанный летающий объект После того, как НЛО сбили, появилось предположение, что он имеет внеземное происхождение Армия цепила большую часть столичного района Чертанова, ставшего эпицентром вторжения незваных гостей Проводится эвакуация населения Группа специально обученных людей пытается наладить контакт с инопланетянами с целью выяснить их намерения Но простые жители района вовсе не рады новым соседям и не желают покидать свои дома Под руководством воинственно настроенного лидера чертановцы решают сами узнать, что нужно пришельцам на их земле Имеющий опыт в постановке дорогих блокбастеров, режиссер Сталинграда и обитаемого острова Федор Бондарчук исследует новое для российского кинематографа территорию в научно-фантастической антиутопии «Притяжение» Повествующее о первом столкновении человечества с инопланетным разумом Выдержанная в духе Дня независимости и войны миров, лента радует любителей фантастики масштабным действием И размышляет о том, действительно ли люди хозяева земли, как они привыкли думать Съемки проходили под знаком строгой секретности в разных районах Москвы В том числе на объектах Министерства обороны с участием новейшей военной техники российских вооруженных сил Бюджет фильма составил 380 миллионов российских рублей Проект станет четвертым российским фильмом, переведенным в формат IMAX Вслед за Сталинградом и Дуэлянтом Благодаря продажам прав на ленту за границу, перекрывшим немалый бюджет Фильм окупился еще до выхода в прокат По словам создателя, город играет очень важную роль в фильме Москву можно считать одним из его главных героев Смотрите фильм «Притяжение» в кинотеатре «Звезда» с 26 января Самые страшные события в истории человечества происходили, когда оно сталкивалось с чем-то Неизвестным Пугающим Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление Не то чтобы я тебя тороплю, просто в следующий раз звезды будут падать лет через 50, наверное С запада в плотные слои вошел объект Многие приехали полюбоваться нас с водопадами на суток Стрелище поистине завораживающее Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией Около часа назад в столичном Чертанове произошло ЧП На жилые дома упал не обозванный объект Это война, да? Зависит от того, как они поведут себя дальше Оружие? А ты думаешь, зачем мы не прилетели? Мы понятия не имеем Какие нормы морали у пришедших? Почему я должна им объяснять? Почему мы должны какие-то контакты налаживать? Потому что это уникальный шанс для всего человечества Понять что-то про самих себя Узнать, кто мы Мы все умрем, и они, и мы, понимаешь? Не бойся Если мы не хотим войти в историю, как... Если мы спровоцируем взрыв, то никакой истории, как вы меняете, вообще может не быть Мы ни на кого не нападали Это наша земля! Это наша земля! Из другой галактики? А мы из Чертанова С вами был Евгений Гурин и программа Кинозвезда Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok